22 утречка март 24 год карапуз карапуз а лампочку смотрят отвлечь нет лампочки вот смотри вот что тут нас утро или сидит он кушает сметанку вкусно с молоком вот привезли сегодня у нас молоко с двух разных мест вот такая сметана в общем такая сметана 2 творога и двое полторашки получается итогов 3 литра молока и вот такие 200 эти ворога вышла 650 рублей вот это у нас привезли другое молоко другие люди в общем первый раз у них заказан потому что у них есть и сметана и творог и еще масса сказали есть масса у них все закажем и тут же привезли еще наши постоянные кто на молоко привозят вот у них 200 рублей 3 литровая привезли 4 вот такие вот банки покажу вот баночки молока здесь у нас яички перепелиные обычные здесь у нас вот сметана мы такую покупаем вот но вот так как сейчас нашли сметану настоящую оригинальную то возможно это уже брать и не будем будем брать вот так настоящую сметану и творог и все что есть просто мы нигде не могли найти кто делает творог сметана вот у тех людей которых вот это молоко берем они не занимаются сметана и творогом они просто вот молоко подоили продали вот привезли 4 3 литровые оля нашла у нас вообще чат есть тут люди за уже заказывают тоже на наши местности делают но вот они уже занимаются вот этими всеми делами больше как масло да ну да ну и и заказывайте что так вот может тебе даже кушать милане если понравится как хлеб масло даже это да как больше масло вот у них надо если масло заказать посмотреть вот да карапузик вот так что мы сейчас пьем кофеечек я еще кстати сейчас сделал хлеб подготовил вот только тесто сюда залил разлил и сейчас этот хлеб у нас поднимется и мы будем делать вот в таких вот штуках так что у нас максимально насколько это возможно натуральная продукция мы к этому идем сейчас карапузу выключу свет а то на лампочку залипает вот не нужно это этот свет тебе не нужен волн свет солнечный вот мы в такую штуку его ложим и вот у него игрушечка на тот момент пока там хлеб делаем чай пьем или еще чего-нибудь чем-то заняты вот а потом уже возьмем его на ручке он иногда бывает от лампочку когда увидит на потолке залипает на нее но я не разрешаю чтобы он так или просто свет выключаю все все кофеечек кстати из нового молока очень вкусный прям прикольно приехал дед дед только татарин то ли башкирин вот на неве так громко машина я просто нет на неве это старой модели него и он прям газует здесь разворачиваются закрытыми дверями у него там музыка так играла а я в этот момент как раз проснулся и этот сижу ну его на там он тоже проснулся и слышу через закрытые окна у нас что на улице музычка да у нас никто так музыку как бы мы так не делаем здесь у нас поселке люди так сдержанные в этом плане да никто там музычку не врубит дурдом не устраивает да ну вот такого прям нет смысле я не видел ни разу что кто-то на машине подъезжал к дому и прям там дискотека вот а тут что-то так долбит сам басы такие кто это в окно выглядываю а мы только первый раз заказали это молоко нам еще не привозили вот а нам другие люди должны были молоко привезти вот одновременно кар я думаю не знает и же они же только на другой машине приехали вот смотрю куда дед подъехал дверь открывает а там дискотека 90-х мощь такая весь район грохочет да да я тоже с ним когда говорю думаю соседи подумают я ругаюсь с кем-то одет просто очень плохо слышит ну наверное если так музыку слышать блин я не знаю он оглох раньше или от музыки оглох фиг знает но она по-любому так как бы и вот он фигово слышит на такой бодрячковый дед музыку а он еще только подъехал открыл двери и я слушаю он убавил как бы в его понятии он убавил музыку а его убавил это у меня как бы я так слушаю максимум вот и он такой убавил и думает что все музыку у него тихо там играет я выхожу на улицу гид я вам молоко привез вы же заказывали я груда и орет так громко но для него это нормально вам как будто спокойно разговаривает он так думает а для меня такое ощущение он просто мне в ухо орет я вам молоко привез чё-то ты чё-то такой прикольный дедушка еще позитивный там все ништяк да да так громко с музыкой молоко сметана весь на весь район орет вы заказывали я заказывал но он реально не слышал я так понял вот у него уж и плохо слышат и он музыку прибавляет и сам громко говорит думает что я не слышу вот а я чуть не оглох пока он разгаре и когда близко к нему подошел в упор еще громче орет и как-то и не ну неудобно я не буду говорить там типа не кричите там ну говорит человек так и ладно вот да весь район понял что молоко привезли и все и он там этот молоко говорит вот а это баночка я везу сейчас на экспертизу вот постоянно молоко проверяем вот нет еще и все и короче привезли молоко я занес вот и буквально через полчаска приезжают другие там приезжает бабушка бабушка уже так музыку не слышит бабушка такая спокойная бабушка татарка тоже но я так понял у нас здесь на местности мало этот коровами занимаются только вот башкиры или татары потому что это как бы ну мы выживем башкирии это их местность они изначально до население этим занимается любит всякие молоко там сметаны всякие блюда все что с этим связано да и вот они хорошо что они еще как бы не забыли это дело и держат коров у них да как бы современный вот этот мир до них не добрался и не не уничтожил вот это обычаи это хорошо поэтому благодаря обычаям благодаря тому что вот люди остаются как ну как вот было так и есть да не меняются под современность сильно у нас есть молочко вот и карапузик нас да имеет возможность кусать мамино молочко вот а оля пьет это молочко со сметанкой вот и потом карапусь тоже у нас получают эти витаминки вот так вот поэтому нам приводит вот одни бабушка они башкиры а вот этот дед приехал вроде он татарин вот бабушка такая спокойно тихо приезжает сыном вообще даже не слышно их а дед у нас шумный будет это понятно типа какое молоко приехала но в общем мы тут у нас задача была получить сметану и вот эти творог вот бабушка не делает творог я говорю не делать нет говорит у меня сил нету там творог все делать я горит я могу только молоко как бы подоить и все на этом вот одет у них семьей они занимаются а у них есть все эти штуки поэтому еще и там заказываем вот так вот если нужно молоко то можно в принципе добыть чтобы это сделать приезжайте в башкирию в башкирии еще есть молоко настоящее то вот это в магазина это такая фигня вообще где они вчера не привезли у них там не получилось приехать не тех не других вот и я по пути заехал купил вот это риоба фирма напиток профессионально на кокосовом чего-то для того что капучино делать или кофе такая фигня вообще вот это просто машетель напиток короче водичка смешанная с вкусом молока дорогая штука но и не знаю мне неприятная короче пить просто пить до чисто как мажетель вот если знаете что то такое а так короче фигня фигней вот кофе налил вчера там вот этот аромат идет кокоса и у меня весь кофейный запах просто сбился я не чувствую кофе блины вот это вот приторные кокосовый аромат обломные вот сейчас пью кофе блин из нормального молока домашнего и все и кайфую вот так вот вот такой вот хлеб получился прикольно две вот такие буханочки сделал очень ароматный вкусно 23 марта 24 год на улице плюс 2 сейчас буду делать здесь салат вот такие помидорки сыр моцарелла такой салат огурцы брынза еще вот такой этот сыр может быть просто нарежу отдельно вот эту моцареллу вот салат добавлю еще хлеб тут готовится скоро поставим и еще такое вкусное блюдо в духовке картошка свинина курица перец там все что нужно с приготовим и будем кушать оля кормит карапузико да ты же еще не кушал да у нас уже два часа вот утром пока встали кофе пили туда-сюда короче такой все это в перепешку нас происходит потому что нет фиксированного утра нет фиксированной какой-то когда должны кушать вот сейчас будем кушать в обед да у нас в основном мы кушаем в обед вот так что сейчас приготовлю салат вот такой вот салатик получается это сыр добавил сюда укроп из нашего огорода все дело перемешиваю сначала сделать чтобы соль перемешалась соль много не вожу кто сколько захочет так и сейчас еще вот это салатик готов мега бомбически добавил короче еще вот такой вот президент сливки запускаем хлебушек готова одну буханку мы съели которые сделали вторая вот такой вот великолепный хлеб получается сейчас будем кушать моцарелла один большой шарик такой прикольный хлеб такой прикольный хлеб сейчас будем кушать вот такой вот такой вот такой вот такой вот сделаем как тебе нравится вот так вот это всё если что вторую положу ну лучше ну ладно давай тогда одну картошку ладно картошки какой 1 до стейка и там три картошки давай тогда еще курина и две картошки так мама я не знаю что будет смотрим картошку так я буду кувина стейк что-то я не хочу вот эту кожу кожу могу мне положить не у тебя это мне все так хорошо сварилась что все разваливается на ходу прям так это мне много мяса не съест и картошка ладно пусть будет есть черно нет у меня посмотри сколько ножкой картошка ножкой картошки то не нет еще это так вот так вот а вот так я щас зимний салат хотел нет ну для меня это нормально я еще сверху зимний салат добавлю ты про что все давай пробуй мама там все у нас идем или положи вот стульчик или он спит сейчас тогда давай попробуй только мясо ничего не соли ну солил он сильно ничего ты стейк возьми да кусай прям во во а то вилки ложки нафиг они нужны нормально жизнь прекрасно и салатиком наворачиваешь суперски попробуй салатик там тоже сыр моцарелла идет сливки а у миланы супер лесницы какие-то да что это за леснички паучки паучки ну и сейчас я тоже буду кушать здесь кара пусть не проснется идем быстрее пробуй давай тоже кусай кусок мяса прям давай как там обзоры делают просто пробуй это вот эдвин стейки брал это ты который убрал два стейка они лежали лежали я взял закинул в этот в духовку армоль вот рук в рукаве прикольно потому что такие стейки это мясо не совсем какой-то суперская и она тут слишком сухой получается бомбически и вот сыр купил моцареллу попробуй маленький шарик такой он не маленький вот шарик такой он в желтом пакете был да ты попробовал такой нежный вкусно ну так момента мама мою вилку почему-то забрала давайте я попробую сыр вот есть вот например мясо перемешать с салатом и картошку очень темно мам кто а просто шикарно это чулук ну так вот у меня а вот сыр так давай все вкусу антише на кушу а это они вкусно у да пока сюда а у у у у у у ты двумя маффины маффины они дожарились поставь еще но и все пускать чуть-чуть минут десять распаковочка вал берись то есть этого начнем оля заказ сделала детские всякие вещички это я открыл это но тут так и есть открывали может смотрели уже но в общем это коврик мама гудс хорошая сумка тогда чуть-чуть величина смотри сюда да вот так мощный коврик думал что он такой большой будет у хорошее качество вот это такая вспененная вспененный материал мягкий если сюда падать амортизировать будет буквы торчат и как будто анти скольжение да так какая разница даже если поцарапано блин тут просто этот пени попались роллы что это за материал даже если поцарапано пофигу да в целом тут можно хоть царапать хоть резать это она же работает ну приятный легкий да куда ты собралась это стелить можно на две части сейчас разделить да ну-ка вот так в длину вот так вот и все сделать а еще мягче да а тут вообще можно насколько угодно частей дать делать да что-то на две части не складывается да ладно в общем поехали дальше да нормальный коврик давай здесь там это грязный пакет разорвит и пакеты быстрее давай достаем давай на диван вот такая вот чаша для блинов пластик очень хороший прям четкий пластик толстый я думала что может быть тонкая фигня какая-то придет потрогать очень толстый пластик мне кажется что она вечная будет здесь только носик удобный чтобы были на сразу сковородку наливать симпатично симпатично такой только думала что будет размер больше в общем я хочу заменить наш горшок который микро делает салат я покупала тарелки но их разбили буквально там через месяца два теперь я решила вот попробовать такую посуду тоже хороший пластик прям вот такой же прочный и смотрится очень симпатично вот салат например здесь сделал хотелось чуть больше конечно или в принципе нет нормально нормально и еще есть крышка чтобы салат не заветривался крышкой закрыть и в холодильник поставить и на столе будет так красиво смотрятся тут 34 даже емкости таких размеров это поменьше тоже можно что-то матрешка да и тут он самый маленький это его будет меньше и меньше и меньше овощи кушать классно мне понравились можно было бы еще чуть больше чтобы размер был но больше я не нашла тем временем карапас у нас тут в колясочке своей катается смотрит на игрушки наслаждается жизнью до болтает карапузи потихоньку заказал кстати заказал я вообще для меня это очень сложно и не подходи близко голову сломала пока все это заказала вот такой вот коврик виде полотенца чтобы его можно его стиралки стирать потому что у до этого был коврик из ванной выходишь резиновые штуками и в стиралку не закинуть мы его выкинули и вот на смену будет вот такой коврик а я думал полотенца нет коврик на пол скользить не будет ну чтобы улететь нет там в том прикол что резина не дает скользить а этот вишу над проверить да вне получилось что скользит там коврика уже наверное лет пять и вот это нижняя часть где прорезинена тонкая резина идет она начала крошиться и мусор создавать до стиральной машине такой нельзя стирать вот эти мелочи ворсинки забьют весь всю стиралку так же заказала вот такой вот набор погремушек вообще там копейки стоит 200 с чем-то рублей мне нужно чем-то открыть давай следующий это откроем брови мои брови доберусь там есть все нужные приспособления там какие-то палочки буду учиться тут на издать что лежит такие два уголька как этот фильм про аленушка же есть там просто углем так красили и свекло щечки наверное такой набор ну-ка-ну-ка давай доставай набор от аленушки вот ну в общем понятно же что это что-то бринкает надо открыть но я тут ним причем я ничего из этого не заказывал а то сейчас опять там типа вот не дай жене ничего заказать это все оля заказывал я не в курсах я просто беру сама огромные размеры да карапузик кто там у тебя крутится здесь вот вот карапуз у нас катается да мама тебе там коврик купила очень красивые будешь ползать на этом коврике ты рад вместе там играть можно какой-то там выглядит она шикарно не знаю как она к о чуще золото бриллианты вообще блестит аж прям обалдеть тут даже тушь не нужно да просто сама вот эта штука дать называется но ну не просто даже прикольно так сделали понравился но офигеть вообще блестит тушь щеточка мне нравится запаха такой легкий есть как у духов чуть-чуть но в принципе она ну такая можно сказать без запаха ну как обычно тушь пахнет буду пробовать ничего не остается кстати классно ипотичная такая что маленький что ты там зовет нас а не хочет уже лежать давай быстренько по-быстрому да четко запакована для такой суммы прям удивительно да так открывается такой бокс ну и здесь такие этот резиновые игрушки а вот ему сейчас хорошо прикольно потом вот такая вот тоже этот облизывать ну прикольно и за самое классное это вот дети вот так вот держат и вот это вот грызут вот сейчас можно будет да и видать скипятить это все дело запаха чуть-чуть но мы скипятим как как у всех не сказала бы чтобы прям едкий какой-то запах такого ничего нету ну нет нету это качество резины в принципе очень хорошо василек василь васильевич сейчас карапузик час у нас тут волдырь из распаковка васильёчную да вроде небольшой да нормально что на цвет и полоска прикольно это сбоку такая вот под эту футболку ну вот постирай уменьши и как раз сейчас карапуз у нас тут волдырь из да чихать хотел я на ваш волдырь из вот нормально у тебя такие были и у меня есть такие как резиновые в них иногда жарко а это вот хлопок держись там держись последняя мама распаковку делать держись все уже не держится о прикольно да увидите следующих влогах олю в этом все на этом все он больше не может держаться до карапуз скажи ну все перейти меня на ручке правильно правильно да вообще круто флаг еще есть вообще круто это тебе милана игрушка как будто банан чтобы ему зубки чесать здесь вот давай кипятком сейчас зальем как раз и дадим ему потом как распускай грызет мы как блестит прикольно да так давай мы вот эти игрушки в кипяток закинем вот такие тебе мама купила игрушечки да сейчас мы их продезинфицируем вот кипятки хочет да капусь капусь тест милана давай не трогай ладно я просто закрепила у меня он улыбается стырила мамину тушь новая да да а мама такая не трогай а вы видели у него носки какие классные ну мощные носки кто там ты что ли ты что ли там в ручке такое такая прикольная игрушка да игрушка такая да смотри как грызть можно в ротик и он наверно сейчас спать хочет дай ему пофиг все сейчас он не активно на да сонны он просто сейчас такой зависает его ничего не интересует получается вот он пытается свой кулак а не могут опираться так вот а вот хорошо так и научиться вот сам уже быстро учишься фич рок сварили пельмешки вкусные пельмешки сейчас будем кушать эдвин гуляет придет покушать горячие пельмешки так это самый большой воли также я сделал еще салат салат называется мощный нет вот тебе тебе больше меньше надо вот меньше может ты всегда не доедаешь счет сейчас будем кушать компотики сварены еще есть машины чудовыми салатику тебе навалил тяжи тарелку давай поближе что там капуста и морское капуста и авокадо давай тогда возьми что ты хочешь тихо кричишь бери оттуда помидорки это очень вкусно особенно авокадо это очень бомбическое ну ты милана вообще да она не любит капусту морскую и авокадо возьми помидорки вот эти кругленькие с сыром они відчонки которые редко э era вы политик это она вы 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 что